Всем привет! Сегодня очередной день предсезонных сборов Салавата Юлаева, и мы его проведем с Владимиром Владимировичем Юрдиновым. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте, добрый день! Ну что, у вас сейчас лед, насколько я знаю? Да, у нас сейчас тренировочное занятие на льду и на земле. Тренировок у нас хватает, поэтому добро пожаловать! Уфа – столица Башкортостана. Если подъезжать к Уфе на поезде, то вас встретят памятник Салавату Юлаеву. Он был установлен в 1967 году, и с тех пор все гости города считают должным сфотографироваться на фоне национального героя. В городе есть еще одна достопримечательность – хоккейный клуб, который также носит имя народного башкирского героя. С момента основания КХЛ Юлаевцы два раза подряд выигрывали регулярку и один раз становились обладателями Кубка Гагарина. Владимир Юрзинов-младший. Тренерскую карьеру начал в финском клубе «Киека-67». После тренировал в «Эльвесе» и «Оссад». С 2003 года Юрзинов тренирует российские команды. Сначала Ярославский «Локомотив», затем Воскресенский «Химик», Сибирь, «Торпеда» и «Северсталь». В 2010 году его приглашают как старшего тренера в питерский «СКА». Ныне Владимир Юрзинов – главный тренер уфимского «Салавата Юлаева». Владимир Юрьевич, ну расскажите вообще, как вот предсезонка проходит? Какое настроение? Владимир Юрьевич, ну в этом году, что хорошо, что ребята пришли, в общем-то, нормально подготовленные. Плюс у нас еще много новых игроков. В общем-то, всегда тяжелое начало, особенно. Потому что для кого-то это и новая команда, для кого-то это... Ну, все равно новая ситуация, да, и поэтому приходится втягиваться очень достаточно сложно. Особенно первая неделя, да, потому что потом у новых игроков проходит привыкание к команде. Остальные ребята потихоньку втягиваются, и уже, конечно, потом становится полегче работать. И в физическом, наверное, и в моральном плане, потому что все-таки все этого момента с другой стороны ждут, и все готовятся. Потому что сам по себе чемпионат очень интересный, да, и ребята хотят играть, но надо пройти обязательно вот этот тяжелый этап, который мы сейчас проходим. Ну, много новичков в команде. Есть уже какая-то компоновка в голове? Ну, нет, сейчас, наверное, рано говорить об этом. Но определенные, конечно, связки есть. Наигрные связки с прошлого года остались. Я считаю, что, в общем-то, мы неплохо выступили в прошлом году. Конечно, всегда хочется лучше и больше, но были определенные причины, да. У нас уже в клей-офф играло большое количество травмирных игроков. И потом, честно говоря, у нас получили травмы хлыстов и сопрыки. Нам их очень не хватало. Но получилось, как получилось. В этом году надо стремиться к новым вершинам. Надо для этого хорошо работать и готовиться. Руководство сказало, что вы оставили за собой звание исполняющего обязанности. Это суеверие или как? Ну, да, это действительно был разговор о том, чтобы перед плей-офф, там, немножко пораньше назначить главным тренером. Но я сказал, что для меня это не имеет вообще никакой принципиальности. Для меня это было вообще не принципиально. Просто я считаю, что лучше пускай будет, как будет. Для моего авторитета, это мой авторитет не повызет, не понизит. А как работали, так и работали. Не хотелось ничего сбивать, честно говоря. Ну, главный ведь результат. Но у меня как-то не получалось. Я никогда не работал. Хотя я около 20 лет работаю. У меня как-то не получалось. Я никогда не работал ИО. Ну, поработал немножко ИО, ничего страшного. Пускай будет так. Тоже определенный опыт. Может быть, это такая счастливая карта для вас? Да нет, вопрос не в этом. Я все равно, конечно, у всех есть, у игроков, у тренеров какие-то суеверия. Но больше, конечно, лично я верю. Да игроки в свою работу. Это, в общем-то, все равно это определяющее. Так, ребят, добрый вечер. Добрый вечер. Значит, первым мы поиграем в кругах. Да, в кругах поиграем 3 в 2. У нас... Так, 5 пятерок. Здесь две пятерки будут. Одна на этой стороне, вторая будет на той стороне. Не в кругу, но примерно как по кругу, да? После этого мы сделаем броски. После этого сделаем броски. У нас будет 3 пятерки с одной стороны, 3 пятерки с другой стороны. Одновременно здесь начинают с этой стороны Среднюю зону проходим на скорости, да, идет бросок, после этого переходим сюда Значит, после того, как первый игрок стартовал, да, где-то через 2 метра стартует следующий игрок Такие мы сделаем 4 серии Значит, второе упражнение, ребят, второе упражнение мы сделаем 2 в 1 Нападающие на своих местах, нападающие на своих местах Защитники тоже по своим флангам, на своих сторонах Защитник здесь начинает боковое движение, идет передача от нападающего Защитник продолжает двигаться Нападающие идут здесь со сменой мест, здесь идет передача Первая атака, ребят, после синей линии, 1-2 передачи, идет бросок Движение на добивание, если забили гол или шайба отскочила в угол Один идет сюда в подбор, второй идет в прострел Да, этот игрок играет здесь до броска Независимо от них, следующий свисток для следующей начинающей пары Следующая пара уже готова Свисток, эти еще, эти 2 в 1 доигрывают, одну атаку Эти уже пошел следующий защитником, идет передача Пошли со сменой мест, 2 в 1 пошли сюда Давай, 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 отдал, открылся, отдал, открылся, отдал, открылся Не стоим, не стоим, не стоим, не стоим, ребят Так, ребят, зеленые, черные, желтые пополам Красные, белые, синие пополам Шайбы взяли, ребят, шайбы поедете, давай Ребят, паузу, да? Два метра, паузу, два метра На максимальной скорости сразу, да? Да, приготовились, зеленые, красные Поехали Ноги, 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 уже, 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 Денис Поехали, поехали, поехали Поехали, 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 поехали Поехали Максимальные ноги на старте, да? Максимальные ноги, максимальные ноги Приготовились Поехали Ноги, 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 оп Вторую атаку защитник доигрывает И защитник идет активно на игрока владеющего шайбой Защитник идет активно на игрока владеющего шайбой При повторной атаке Каждый тренерский стиль, если он дает результат, он себя оправдывает И есть тренеры с совершенно разными взглядами, с совершенно разными стилями Но главное всегда, работу тренера это определяет только результат Кати, 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 Вима, кати Конкуренция и конфликты в команде, они могут принести какие-то плюсы? Ну, без здоровой конкуренции не может быть хорошей команды Любой, наверное, человек нормальный, да Любой игрок, он должен ощущать конкуренцию Потому что конкуренция это путь к совершенствованию Это совершенно нормально, потому что Ну, это, в общем-то, одна из основополагающих спорта, наверное И вообще, одна из спортивных составляющих У нас четыре пятерки, у нас четыре звена Четыре звена играют в матче, да У нас сейчас шесть пятерок И поэтому конкуренция есть Да, 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 конечно, конечно И в состав попадают игроки, которые в данный момент находятся в лучшей физической форме Да, или которые выполняют установку, да Или которые выполняют какую-то определенную роль Каждая команда – это живой организм, да Ну, это как гитара Ее надо просто... Теперь надо вовремя настроить до плей-оффа И тогда она будет звучать хорошо Здесь этот момент, он в себя включает очень много компонентов Это и функциональное состояние игроков, и психологическое И физическая подготовка, и тактическое Поэтому здесь очень большое количество компонентов Травмированные игроки, игра вратаря Очень много себя включает компонентов Хорошая подготовка команды Вы верите, как тренер, в приметы и суеверие? Да, но немного Немного В основном, я считаю, надо рассчитывать на свои силы Ну, скажем так, не бриться Да нет, в это нет То есть вы бреете сплыв? Да, я бреюсь Когда-то брился, когда-то не брился В основном, все зависит от того, как подготовлена твоя команда И как она укомплектована Это основные, в общем, моменты Ну, расскажите, как вы боретесь со стрессами? Их много у тренера, естественно Ну, точно не алкоголем, я могу сказать А, в общем-то, у каждого тренера, наверное, существуют какие-то свои Какие-то свои, наверное, секреты, да Каждый это делает по-своему Это, наверное... Это, наверное, в общем-то Для каждого человека индивидуально даже Наверное, так Когда победа... Как долго вы радость испытываете? Ну, во время матча идет Очень большая энергозатрата Я думаю, что как у игроков, так и у тренеров Так что... Ну, проходит, наверное, какое-то чувство удовлетворения, наверное Но достаточно скоро начинается уже анализ И подготовка к следующему сопернику Потому что... Игр очень много, да, очень много перелетов Очень много работы В основном идет... Анализ своей игры Анализ игры соперника Поэтому время на радость особенно не хватает Владимир Владимирович, спасибо вам большое за рассказ Увидимся в сезоне И удачи Большое спасибо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok